Я бы хотела, чтобы все сошли так с ума, приехали сюда, напитались и раскрепостились, и совершенно, чтобы мышления поменялись у людей. Ну, начну чуть-чуть, конечно, с истории, как мы росли. Я выросла в христианской семье, тогда были гонения, у нас церковь была нерегистрирована подпольная, мы собирались по квартирам, летом мы собирались в лесах, и где-то 7 лет, когда я пошла в школу, на моего папу готовили дело, директор школы, он хотел его посадить в интернат от родителей, а брата моего старшего забирала учительницу на субботу, и родители, они ничего не могли сделать, кроме, чтобы молиться. Но папа нас с самого-самого, я даже не знаю, наверное, от рождения, он всегда нас, мы учили стихи на память из Библии, и он нас учил, что, дети, мы можем пострадать, но Господь всегда с нами. И когда, допустим, может быть такое, что у вас не будет Слова Божьего, Библии, вы учите на память, что когда вы останетесь в одиночестве, вы могли жить этим Словом. И когда меня забрали в интернат, мне очень было тяжело без семьи. И папа говорил, доча, смотри, братья наши страдают в тюрьмах, а у тебя тоже страдания, ты тоже как в тюрьме, ты в интернат, это как тюрьма. И у меня в 7 лет настолько уже были взрослые молитвы, и настолько было, вот действительно страдая за Господа. И когда папа сильно молился, чтобы его не посадили, Господь ему сказал, что я поражу твоего врага. И директорный сын, он закончил 10 классов, поступил в институт и уехал на Финский залив отдыхать, и он там утонул. И дело все закрылось, он ходил чернее тучи, как говорят. Вот, и так мы росли. У папы была мечта ехать миссионером в Африку, но в то время это было невозможно. А мы были такие молитвенники, всегда, кроме собрания, у нас всегда были отдельные молитвы, и разбор слова, мы хорошо и Библию учили на память. И когда я уже стала постарше, школу закончила, в нашем доме появился один студент, он учился тогда в зуботехническом училище, вот, и страна Конго. Он приходил просто как друг нашей семьи, но потом, через несколько лет, я вышла за него замуж. Стали мы родственниками. Конечно, это было очень тяжело в то время, вы представляете, это 70-е годы, и для церкви было тяжело, и вообще обмышление Советского Союза, вот, но мой муж, он сильно любил Господа. И он тогда, можно сказать, был из первых африканцев, которые были в Советском Союзе верующие, и это подпольная церковь. И, представляете, если за нами милиция, она постоянно следила, мы все были на учете, мы все были на списке, начиная с детского садика, школа, и если мы шли куда-то в училище, техникум, мы, нас постоянно, эта история шла за нами. Вот, и вдруг связь с иностранцами. Первое, это как вы шпионаж и работаете на Америку. Хотя это Конго, да. И Конго была, как бы, ориентирована на социализм. И у нас, я хочу такие яркие примеры привести, мы, мой двоюродный брат во Львове женился, и нас пригласили на свадьбу. А тогда иностранцам нельзя было, вот ты приезжаешь с визой в конкретный город, а за 40 километров тебе уже нельзя выйти, им надо было виза. Вот как нам за границу виза, так им надо было по Союзу ездить. А свадьба была в деревне. Они сказали, а Густав говорит, у меня же визы нет. Говорит, мы будем молиться, мы наняли автобус, и Господь сохранит нас. И мы поехали на автобусе, молитвы, псалмы, все. И не доезжая два километра до молитвенного дома, нас окружает милиция, и говорят, у вас есть иностранцы, выходите по одному. И я, как-то Господь так сделал затмение, наверное, сердца и мозгов, короче, у меня никакого страха не было. Он говорит, а мы впереди сидели, он говорит, давай выходим первые. И мы идем первые, и все люди за нами. И милиция не видит, что он иностранец. Понимаете, он же с черным. И мы два километра идем пешком и проводим очень хорошее там молитвенное такое собрание венчание. Да, с бубном, с прославлением. И когда уже это собрание закончилось, мы сели за столы, и один пастырь там с Силуцка, он говорит, тебя не будет в машине через пять минут, это уже будет поздно. И он встает, встает, идет в машину, я иду в машину. Мы выезжаем, а милиция заезжает. Они же перелили все, 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 все. Но мы уже тогда уехали. И вы понимаете, что это слава, слава, слава Господу. Потом в 85-м году у нас была Пасха. И у нас тогда такой милиционер был, который сильно захотел себе там или пенсию, или погоны заработать, Максимюк. И он хотел посадить братьев. Но чтобы их было посадить, последняя капля, надо было словить моего мужа в собрание. Я тогда была беременна, я не поехала, он поехал. И ему сказали так, вот ты на метро, на трамвай, услышишь остановку, выходи, прямо пойдешь, зайдешь в дом, на втором этаже квартира. Он, приезжай через полтора часа, я говорю, а что же случилось? Он говорит, нет этой остановки. Как нет остановки? Ну нет, а что, ты верующих не встретил? Никого не встретил. Спросить нельзя было, ты не знаешь, кто там рядом с тобой. Он вернулся. Ну окей. Мы идем на вечернее собрание. И все наши, которые как бы там в регистрированном, были уже в собрании. Говорят, слава Богу, что у вас не было. Короче, начали люди собираться. Максимюк пришел, тоже был, да? И, короче, всех переписывают, значит, фамилии, имена, моя сестра была, папа мой. Мы все были и родственники. Вот. Кто-то там пытался со второго этажа спуститься по лестнице, а там милиционер стоит, говорит, давай, давай, деточка, иди сюда, как твоя фамилия, вот моя сестра. И переписали всех, а теперь, говорит, а теперь мы ждем вашего негра. А все сидят молятся, Господь, не допусти, не допусти, чтобы он пришел сразу в тюрьма нашим братьям. Представляете, что произошло? В 6 часов утра поменяли название остановки. Это слава Господу. Это просто... И все сказали, Густав, мы поняли, мы поняли, когда ты, у тебя специальная, Господа, когда ты приходишь в милиции, значит, не будет. Нас Господь сохранит. И потом он учился в мединституте, когда мы собирались ехать жить в ФРГ, в то время, вы знаете, Германия, это западная. А нам Господь сказал, я не посылаю тебя туда, где ты договорился, а я посылаю тебя на родину, ты мне там нужен. И вот у нас трое детей, старшие 8 лет, 6 лет, 2,5 года, я беременна четвертым, мы едем в Конго. Нас послал Господь. И мы приезжаем, значит, по ихним законам, у него все 5 лет должна была идти зарплата, в общем, и все. И я себе там чуть-чуть так рисовала. Сразу домик построим, он зубной техник, зубной врач. Мы, ну, знаете, врачи хорошо живут. Вот. И мы приезжаем, зарплата не шла. Наш дом, который наш там был, забрали родственники. И мы едем жить, ну, вы не представляете, в каких условиях. И в это время начинается церковь. Мой муж начинает работать как врач, зарплаты нет. Потому что он должен ехать в столицу добиваться. А он не может нас оставить от них. И вот церковь начинается там с пару человек, да. Мы молимся, им Господь отвечает. А нам ничего. Как будто вот у нас ничего. И когда я сильно заболела, между жизнью и смертью была, дети пошли в школу. Представляете, 120 учеников в классе. И стафилококк начинается. Это, и ты думаешь, Господи, ты же послал. Когда ты посылаешь, ты должен обеспечивать. Или мы в заблуждении, или мы не так верим, или мы не так молимся. И вот один день, девочке нашей было уже полтора годика, месяца. Молока нет у меня ни грамма. Молока не за что купить. Только сгущенка осталась в холодильнике. И он приходит с работы, приносит бананы. Говорит, Вера, уже дети две недели не занимались в школе. У них просто не было сил ходить. И все, что у нас есть. Я говорю, а что же мы будем делать? Он говорит, знаешь что? Мы расставим тарелки, как всегда. Мы съедим эти бананы. И одалживать мы не будем, потому что мы не знаем, как нам отдать. Просить мы у Господа тоже не будем, потому что Он все знает. А мы будем просто Его славить. И вы знаете, мы сидели вот так и славили Его три дня. И слава Господня, она настолько пришла в наш дом, и я ее могу сравнить, вот как когда Господь поражал Египет, и тьма настала, что она была осязаемая. Вот такое было присутствие Господня в нашем доме. И мы пели, пели, пели там их прославительных песен, ложились спать, вставали, пили воду, маленько разбешивали сгущенку, и опять продолжали славить. А ночью мой муж стоял и молился. В это время у нас был друг, который в Киеве. Он говорит, ночью я просыпаюсь от того, что у меня за вас такое переживание, ну такое просто, я начал молить Господа, Господь, покажи мне, пожалуйста, я хочу видеть, что с ними. И Господь его берет и ставит не просто в наш дом, а по улице. Говорит, мы пришли со Христом по улице, эти кучи мусора. Вот, зашли в дом, ты спишь там на кровати, дети на надувном матрасе, а муж мой стоит и вот руки положил. И говорит, Господь, если бы ты меня одного послал, я бы выдержал, но я не могу смотреть, как моя семья страдает. И он сильно плакал. А они так сзади стояли. И друг этот расплакался и говорит, Иисус, я же уже здесь, я их не друг, я так хочу их утешить, я так хочу им помочь. А Христос говорит, я есть дух-утешитель, я их утешаю. Но эта дорога, это ихняя дорога. И когда к ним придут и скажут, пастырь, я не ел, пастырь, у меня дети болеют, у меня какие-то проблемы, они будут знать, что это такое. И вот этот человек, он записал все на аудиокассету, и студенты ехали, мы через неделю получили эту кассету. Мы просто возрадовались Господу. И сказали, слава тебе, если это твой путь, мы согласны, мы согласны идти. Конечно, потом Господь поменял эту ситуацию. Мы жили пять лет без его зарплаты, жили по вере. И когда, допустим, знаете, мы с детства привыкли молиться, отче наш, хлеб нас насущний, то для нас хлеб нас насущний, это настолько было реально. Потому что вот когда я приехала потом на Украину, и моя сестра, и моя сестра, и моя сестра говорит, ой, у меня пустой холодильник. А у нее там 43 колбасы на Новый год спрятаны. И эти концы... Пустой холодильник, это когда у тебя вода только в холодильнике. Это пустой холодильник. Вот. И потом и начало изменяться положение. И когда во всей стране стал кризис, у моего мужа был кабинет, нам просто с Франции прислали один верующий. И он уже, ну, как, мы уже помогали многим. И я вам хочу сказать, есть положение, конечно, знаете, вот вы, ты пастырь, да, а ты нуждаешься. Ты не можешь попросить, ты не можешь сказать, ой, у меня денег нет, ты молишься за других. Но ты ожидаешь от Господа, и тебе дают, и как бы, вот Господь тебя проводит, что ты должен ждать, а человек же тебе дает. И ты говоришь, Господи, когда же я уже начну давать, лучше давать, нежели принимать. Вот Господь тоже таким путем смиряет. А потом уже Господь смиряет, когда ты должен поделиться, когда у тебя есть, ты должен поделиться своим, то, что тебе Господь дает. И вот представьте, вся страна в кризисе, начался у вас перестройка, а у нас же там люди не получали где-то в течение двух лет зарплаты. И вот мой муж там и зубы лечил кому-то бесплатно. И вот так мы выживали. И вот приходит 93-й год, когда у нас началась война, когда там переворот, потому что страна маленькая, было около 4 миллионов населения. И они разделены на северный юг, и северные были у власти. И с этим положением как бы юг хотел перевернуть это все. И началась война. И уже идет война в столице. Люди бегут в наш город. Наш город назывался Пойнт-нуар. И конкретно дата назначена, когда войска войдут в наш город. А мой муж как отвечал, ну был как главой, скажем так, тела Христа в это время, все пробужденные церкви, где-то церквей 30. Но он собрал тогда всех, и католики, все, кто молится Иисусу Христу, все были протестанты, и все эти пробужденные церкви. И мы собрались на площади, где проходили парады. И там было конкретно, там этот брат приводит к покаянию. И он сказал, братья и сестры, если вот это произошло, как бы знаете, как между трайбами, ну и племенами, как бы между племенами такая. Но понимаете, это всегда делает сатана, эти разделения. И допустим, жили соседи с разных племен. И вдруг утром они просыпаются, они вспоминают, даже в семье это было. Муж с одной племени, а жена с другого. И вдруг он через 20 лет вспомнил, что она с другого племени. И там были такие вот. И этот дух разделения, он пришел в семьи, он пришел в церковь, он пришел в страну. И тогда вот все, как бы этот пастырь один привел к покаянию. Говорит, виноваты мы, что есть война, потому что мы, христиане, не в единстве. И мы вот, там же нет ни асфальта, ничего, это же все же земля и песок. Все просто упали на лица и стали плакать и просить, Господь, прости нас, прости нас за это разделение, прости нас за то, что в наших семьях разделение, за то, что у нас среди племен разделение. Вот. И потом уже следующий служитель, он привел к молитве, как бы войны, молитве авторитета, когда люди молились во имя Иисуса Христа, разрушали всякие разделения в семье, между племен, в церквях, чтобы этого не было. И вот когда должна была стать война, в этот мир президент сказал, слушайте, отчего мы воюем, мы один народ. И эта война прекратилась. На тот момент эта война прекратилась. Вот. И так, это 93-й, много можно рассказывать, много всего, то, что Господь делал. Африка, это как бы, ну, тяжелое такое место. Но, что я хочу сказать. Вот. То, что я была научена, и потом уже, когда я была одна, как можно сказать, оторвана от своего народа, от языка, от культуры, мне не на кого было надеяться. Потому что, когда мы жили, мы все были сплощены. Если у меня была проблема, и у меня были друзья, всегда мы помолимся вместе. И как бы мне сильно не надо было искать Господа, потому что так, в общем, мы все вместе, и все помогали друг другу. А здесь я одна. И мне надо было сильно-сильно-сильно искать Господа. Через Его Слово. В основном, через Его Слово и молитву. И я вам скажу, вот Иосиф, он стал просто моим другом. Иосиф. Я вот видела, когда Господь его послал, и он же не знал, Господь не сказал, Иосиф, ты не бойся, я тебя испытаю, а ты там станешь великим. Он этого не говорил. Господь-то знал, а Иосиф этого не знал. Но Иосиф всегда сохранял верность Господу. У него даже, у меня хотя бы была Библия на всех языках, каких я хотела, а у Иосифа не было никаких писаний. То, что он с детства от папы научился, то у него и было. вот, и вы знаете, и еще, когда я уезжала в Конго, один брат такой мудрый, он мне дал совет. Вера, придет время такое, когда тебе будет очень-очень трудно, и ты подумаешь, что Господь, Он не на твоей стороне, что Он против тебя, и ты можешь обидеться на Него. Запомни, никогда в жизни не обидеться на Господа. Ты можешь просто чего-то не знать или не понимать. И вы знаете, такие моменты были. Мне казалось, все, Господь просто оставил, я не понимаю, что происходит, как будто Господь там за жестокость, Господь, в общем, я стала не понимать Господа. Но вот этот голос всегда звучал, я говорю, Господь, в молитве, все-все-все-все-все, я не обижаюсь, я чего-то не понимаю. Некоторое время Господь мне стал показывать под Своему Слову, что спасают не дары, а плоды. Ты должна работать над своим характером и над своим духом и возрастать в плодах Святого Духа. Дети росли, выросли, и началась другая война. С 97-го года по 2000-й шла такая кровополитная война. Уже старшая моя девочка 4 года после школы, вторая 2 года после школы, и надо было вывозить детей. И мы как, знаете, как эта французская колония во Франции, во Франции не получилось, в Америку, родители жили в Америке, в Америку не получилось, и как стена. Я, давай, Господь, а куда? А он внутри, Украина. Куда же Украина? Все верующие уехали. Я уже никого не знаю, Боже, там уже, я же не знаю, что там вообще за жизнь. Мне легче было ехать в Китай, чем вернуться на Украину. Но раз Господь говорит, я еду. Я приехала с детьми, и я же уехала в Советском Союзе, а приехала уже, Украина была самостийная, и уже были харизматические церкви, и уже было совершенно другое служение, уже было совершенно другое прославление. И как важно, когда в жизни что-то меняется, знать Дух Божий. И я вот прихожу на собрание, и идет прославление. А представьте, я в своей жизни никогда не была на концерте. Идет концерт. Я закрываю глаза, Дух Божий меня обнимает. Я открываю глаза, я на концерте. Боже, что же это такое? Для Африки я понимаю, прославление, поклонение. Там люди, знаете как, минимум два часа, минимум два часа. Служение идет 4-6 часов, и это жара. И это такое, вы не представляете, когда приехал мой папа, то мы стояли уже красные как раки, потому что даже накрытия не было. И мой муж говорит, давайте помолимся, потому что сильно солнце палит. И все люди в простоте подняли руки, Господь, пошли нам тучи, откуда ни возьмись ветерочек, и стали тучи идти. Понимаете? Для Африки я это понимаю, но для своего народа я не понимаю, как это танцевать, как это хлопать, как это прославлять, но я понимаю, что я что-то не понимаю, потому что Дух Божий все время был Дух Святой со мной. И через некоторое время я уже все поняла, и сама стала выходить, значит, тоже танцевать. И мы встретились с одним другом, который ходил к Борису Саулычу на еврейскую общину. Я лично не люблю как бы гулять по церквям. Если я пришла, у меня один пастырь, я сижу, слушаюсь. Ну, сильно я не страдала в харизматическом церкви, но вот. А дети пошли на разведку. Один раз, на ночную молитву, и сказали, мама, мы переходим в еврейскую общину. Слава Богу, ну, я же хочу тоже посмотреть. И пришла я на ночную молитву. И начались хороводы. Этот хоровод длился 4 часа. Но вы понимаете, это не просто был хоровод, для меня лично. Это была молитва на языках. Я 4 часа, я молилась просто на языках. Вы понимаете, это было, ну как, это был Господь, это было присутствие Господне. Многие вещи я не понимала, допустим, как молодежь там прыгает, вот это все. Но это было не мое дело. Я туда никого не осуждала, ничего. Я просто общалась с Господом. И мы так пришли и сказали, брат, разреши нам, вот дети хотят ходить в еврейскую общину. Мы перейдем. Он сказал, да, я вас благословляю, это мой друг, идите. И мы перешли в еврейскую общину к Борису Сауловичу, они пошли в молитвенники. Ну, а я мама там помогала им. И вы знаете, я когда ходила в еврейскую общину, я поняла для себя, потому что корней мы своих не знаем, я не знаю, папа нам эту тайну не говорит, почему он был гончарук Владимир Яковлевич, а стал Бенджамин Израиль Розенберг. Понимаете, он говорит, Доня, я когда-то вам расскажу, ну, не знаю, ему 82 года, собирается в вечность, я не знаю. Вот. Но я поняла одно, что язычники, христиане, они не полнота в теле Господнем, если они без еврейского народа. И я поняла еще такое, что мы должны служить Господу так, чтобы у евреев возбудить ревность по ихнему Богу. Поэтому, видите, нам нужно водительство Духа Святого, потому что все люди разные, а евреи подавно, они специфические. Специфические. Вот. Поэтому сейчас время очень благоприятное. Вы не знаете, сколько это будет длиться, потому что мы никогда не могли представить, что придет вот такое время. Я каждый раз, я когда в церкви, в такой, в общине, я просто радуюсь, потому что мне есть чем сравнить. Вы знаете, когда вас набивается в комнату там, ну не знаю, 400 человек, вы стоите как селедки, вы не можете повернуться, пот течет по стенам. Вот. И вы молитесь, и вы знаете, писятники как молятся. А теперь вы можете так свободно слатью Господа. Я просто благословляю вас, и пусть Господь всегда будет с вами. Ищите Господа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok